Привет, друзья! Меня зовут Суворова Анна. Я автор книг по каллиграфии и леттерингу и основатель школы Суворова Скул, где мы тоже занимаемся каллиграфией и леттерингом. Добро пожаловать на бесплатное занятие по каллиграфии клестью. Сегодня мы изучаем букву Т. Приступим. Ребята, смотрите, буква Т состоит из четырех элементов. Первый элемент – это штрих. Даже я, наверное, напишу пониже штрих. Также может быть первый элемент – дугой. Второй элемент – это дуган или арка. И последний элемент – это элемент, третий элемент, простите, это элемент упражнения «змейка». И последний элемент – это вот такая крышечка сверху, для того, чтобы в тексте буква Т лучше считывалась. Также из этой крышечки можно сделать какой-то декоративный элемент. Давайте потренируем. Потренируем сначала первый элемент – штрих и дугу. Штрих, дуга. Штрих также может быть соединительным элементом. Вот с таким. Следующий элемент – это элемент упражнения «змейка». Мы пропишем это самое упражнение «змейка». Когда вы пишете это упражнение, не стоит торопиться. Следите, чтобы наплыв был на месте. Если вдруг у вас не получается сделать сразу несколько элементов, не расстраивайтесь. Делайте по одному элементу с отрывом руки. Написали элемент, оторвали руку. Написали еще один элемент, оторвали руку. И постепенно прибавляйте. То есть по два элемента попробуйте, потом по три. Старайтесь, чтобы все элементы были похожи друг на друга. Если тонкая линия немножко дрожит, в этом нет ничего страшного. Со временем это пройдет. И плюс именно для этого мы разогреваем руку, делаем вот такие упражнения. И последний элемент, который нам надо потренировать – это вот этот вот колпачок. Его можно сделать нескольким способом. Первый способ – это самый простой. Это просто перевернуть лист. Переворачиваем лист на 90 градусов. И делаем вот такой вот штрих. С красивым входом и выходом. Можно повернуть в другую сторону. Делать в обратную сторону. А можно лист не переворачивать. А повернуть? Повернуть листь. Если я обычно держу листь вот так, то тут я поворачиваю ее вот так. И в таком положении делаю этот штрих. Немножко вверх. Прямая вбок и еще немножко вверх. Любой из этих способов правильный. Так что делайте так, как вам удобнее. Можете крутить лист, можете покрутить кисть. Ну и давайте потренируем букву Т. Штрих. Арка или дуга. И элемент упражнения змейка. Сверху крышечка. Арка. Еще одна арка. И элемент упражнения змейка. Сверху крышечка. Ну, мало научиться написать букву. Надо ее попробовать написать ее в словах. Это очень важно. Поэтому вы напишите целую строку. У меня просто строчек не очень много. Я боюсь, мне не хватит. Поэтому я сразу приступлю к словам. И первое слово у нас слово кот. Или слово кит. Что вам больше нравится. Из этой шляпки можно сделать какой-то декоративный элемент. Так что не забывайте про нее. Второе слово. Слово нота. Посмотрим, как буква Т ведет себя в середине слюны. Колпачок букви Т можно прописывать сразу. А можно после того, как вы напишите все слово. Тут уже тоже вы действуете так, как вам удобно. Если вы забываете про этот колпачок, то прописывайте сразу. Если помните, то можно вернуться, написать слово. Потом вернуться к нему. Следующее слово. Слово моток. И последнее слово. Слово тина. Т у нас будет опять на начале слова. И как раз вот в этом слове видно, что много-много арк в ту, в другую сторону подряд. И здесь очень важно прорисовать вот этот колпачок, написать, чтобы Т сразу считывалось с первого взгляда. Итак, друзья. Слов с буквой Т, конечно, намного больше. Пишите больше слов, пишите много слов, пишите эти слова каждый день. Обязательно выставляйте в соцсетях. Ставьте хэштег нашей школы Суворова Скул, нижнее подчеркивание фри. И мы самые интересные, самые лучшие. Да, вообще все работы можем показать у нас в историях, в историях нашей школы. Мне не жалко. И до встречи на следующем занятии. Легкой руки вам и красивых букв. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok